Всем привет! Сегодня будем рассматривать одного из самых непопулярных и неоднозначных героев в доте. Как вы уже поняли, речь пойдет о Ченни. Этот герой довольно сложен в управлении, и именно поэтому его практически нельзя увидеть в играх. Людям не нравится им играть, потому что приходится управлять довольно большим количеством юнитов. И очень малое количество игроков умеет это делать. Легких киллов, которые мы можем делать играя за пуджа, мартру, траксу или снайпера, мы не получим играя за Чена. Это саппортящий герой. И помимо всего, на вас еще ляжет игру с требованиями от команды. Купи курьера, варды, просветки, смок, телепорт, сделай стаки, отхиль, пуш, не стиль, апни курьера, помоги, спаси, телепорти на базу, не стопь, не добивай крипов, помогай фармить, где твои предметы, прожми мекку, дай арканы. В общем, весь набор требований предъявляемых к любому саппорту. А как мы знаем, саппортами мало кто любит играть. И это вторая причина его непопулярности. Но есть еще и третья причина. Он черный. Не, я, конечно, ни на что не намекаю. Был зеленый, стал черный. Что тут такого-то. Легион, вон, вообще пол поменял, а популярность так и не убавилась. Ну да ладно, забудем об этом. Давайте перейдем все-таки непосредственно к самому герою и о том, как им можно играть. Чена в играх днем с огнем не сыщешь, а хорошо играющих Ченов так я вообще не видел. Так вот, я вас, наверное, удивлю, но микроконтроль за Чена практически не требуется. Вдобавок, Чен отличный формилы и может сносить крипов прям пачками. Плюс ко всему, герой довольно универсален. Он может быть хорошим лесником, пушером, саппортом и нюкером. Самая главная сила этого героя в том, что он дает ауры всей команде. Такого большого количества массовых бафов больше не даст ни один герой. И все, что вам нужно, это держать крипов поближе к союзникам и иногда пользоваться их костами. И главное, жить. Просто жить. Ведь Чен дает свою поддержку союзникам только когда же Фон и его армия крипов. А теперь давайте-ка быстренько рассмотрим все его способности. Что ж, приступим. Замедление и увеличение урона. Моментальный рандомный чистый урон по противнику. Телепорт любого союзного существа на базу. Крипов мгновенно, а союзных героев с задержкой. Приручение практически любого вражеского или нейтрального существа с увеличением его запаса здоровья. Ну и массовый отхил на всех прирученных крипов и союзных героев. Ну а теперь попробую объяснить, как же играть с Ченом, чтобы все думали, что вы мега-про-геймер. Как в бою успеть использовать все способности ваших прирученных крипов и также все способности самого героя. На самом деле, ребят, это довольно просто и даже не требует особого скилла. Возможно, некоторые из вас уже смотрели мой видеоролик, в котором я показывал, как быстро пухаются всеми клонами мипов. Ну так вот, с Ченом ситуация точно такая же, поэтому после выбора данного персонажа сразу идем в настройки и устанавливаем быстрое применение скиллов по нажатию кнопки. После данной процедуры, выбранный вами крип будет кидать свой скилл туда, где находится в данный момент ваш курсор. А если же заклинания моментальные и не направленные, как например Станкентавра, то он просто его прокастует. Теперь во время боя нам нужно всего лишь держать курсор над вражеским героем и использовать наше комбо пианиста. То есть быстро поочередно нажимать ТАП и Кью. По умолчанию, на клавишу Кью назначена первая способность Чена по увеличению урона и все активные скиллы крипов. После того, как все они прокастуются, можно применять остальные скиллы и предметы. К этому моменту, как правило, враг либо уже сматывается, либо стоит в стане. Подбирая различные комбинации прирученных крипов, можно делать разнообразные прокастки. Больше всего мне нравится армия лесных сатиров, выпускающая град магических сфер. Благодаря чему мы можем нанести практически 800 урона всем существам, которые попадут под траекторию их полета. Учитывая, что у способности нейтральных крипов довольно маленький кулдаун, вы можете буквально через несколько секунд снова повторить данный прокаст. Наилучшей комбинацией прирученных крипов будет такая. Сатир, Форбл, Кентавр и Трой. Если вы соберете Доминатор, то можете приручить еще одного Сатира или Кентавра. Либо Кобальда, если вам не хватает скорости перемещения. С остальными способностями все довольно просто, тут особо объяснять не нужно. Через несколько секунд после начала замеса даем ульту, чтобы спасти своих союзников. Нюкам непрерывно дамажим вражеских героев, иногда урон дает очень неслабый. А вот на телепорте я бы хотел остановиться поподробнее. Дело в том, что эта способность даст вам максимальное количество лайков в конце игры. При помощи него мы можем вытащить союзного героя из ситуации, где, казалось бы, уже нет никаких шансов на отступление. Например, если на союзника накинута ульта Бладсикера. Главное использовать способность с умом и только в тех ситуациях, когда это действительно нужно. А на этом у меня все. Если данное видео помогло вам хоть немножко прокачать свой скилл игры за данного героя, то вы можете поставить ему лайк. Также можете подписаться на мой канал, если хотите видеть обновления. Я выпускаю их периодически и впереди будет еще много интересного. Желаю вам побольше адекватных игроков в команду. Всем удачи!